У нас уже вечер, 5 часов вечера, и мы со Светой идем в садик, потому что сумочку мою возьми, я забыла, блин, там деньги, потому что мне надо уже зайти в строительную, еще краску купить, чтобы стены красить. Вот так вот дети играют, а Маша с Окси в конструктор играет, Егор стилусом своим пытается рисовать что-то на телефоне, планшет не захотела, на телефоне рисует. Тайсон, как дела? Вечером опять гулять пойдешь? Да? Тайсон вечером гулять пойдет, да, Тайсон? Ладно, идем в садик. Так, мы забрали уже, ребят, в садик, а папа уже ушел вперед, вон, видите, он несет краску, там мы купили ведро стены красить, и идем. Ване дали чупа-чупс, да, Ваня? Покажи, Ваня, где чупа-чупс? Ой, какой чупа-чупс. И тебе дали, да, и идем домой. Да пускай папа идет. Пусть идет папа, не трогай ты его. Пусть идет, он тебе не мешает нисколько. Папе же тяжело краску нести, пускай идет себе на здоровье до дому. А мы потихоньку дойдем с вами, да, Марина? Да, там собака черная. Ладно, идем домой и продолжаем ремонт. Света гуляет с Тайсоном, по территории бегают. Я отдыхаю, я пришла с магазина. А Света вот так вот носится с ним уже который день. Чухнув, что мама его снимает. А там ребятки играют, гуляют. А тут Катя ящик ломает. Я не ломаю? Да. А ты что, шорты короткие совсем одела. Ванечка бежит. У меня короткие, нет. Это футболка бежит. Я знаю, что футболка... Эй, Ваня, не трогай, подожди, там кака грязная. Да не ври. Тайсон у нас хороший. Ваня, ты что так кричишь? Тайсона. Тайсон. Вон Света его еле удерживает, этого Тайсона. Ты что вещи перещишь? Собраска. Тайсон, тебе хорошо, да? Не, туда не надо, там собаки нападут. Тайсон, вон. И он это не дашь падает у него. Ну. Если Горка его встала, то спит. Тайсон, нельзя. Нельзя, Тайсон. Нельзя ко мне подходить. Тайсон. Ладно, иду. Дальше что-то делать. Немножко посидела, надо идти дальше работать. Сходила в магазин, купила сливы, виноград, молоко. И вот с нём мы овощи забираем для животных. Ну, списанные для курей забираем. Нам иногда в магазине их отдают. Ванечка, аккуратно пакет не вставай. Ребятки пришли уже с садика, играют. Купили краску, купили всякие детали для ремонта. Сейчас дома всё покажу. Всем снова здравствуйте. Мы собрались со Светой ехать в детскую поликлинику к окулисту. Она в последнее время стала жаловаться, что у неё в глазах всё размыто. Поэтому поедем туда. И я хочу полюса показать там, чтобы записали новые номера полюсов. Ну и всякое такое. Поэтому едем на Валберез зайти. Там Светин набор пришёл, художник, который мы ей заказывали забрать. И Ванечки на пижамах. Сегодня с администрации приезжали, деревья смотрели. Сказали, что спиливать нам надо будет нанимать самим людей и платить. Сколько это выйдет, непонятно. Но они разрешение дадут, чтобы нам спилить вот эти вот тополя. Но мы боимся, что тут провода. Это нам надо ещё в энергосбыт идти добиваться разрешения и везде. Ладно, идём. Мы приехали уже в город. Сейчас пойдём в Валберез, заберём пижаму и Светин набор художника. Ну, там ещё маргератки. Потом вам всё покажем. А потом в поликлинику пойдём к окулисту. Ладно, мимо цветов проходим. Смотрите. Назовите мне, как вот эта вот трава называется. Очень мне понравилось. Хочу на следующий год садик свой сделать. И там посадить. Ладно. Нынче даже у меня бархат всё затоптали. Блин. Всё затоптали. Аж обидно. Фонтан, конечно, у нас совсем запущен. Ладно, идём. Съездили мы, ребята, в город со Светой. Сейчас бежали по дороге. По дождь немножко попали. У нас дождик идёт. На улице сверкает всё. Хотела рассказать, зачем мы ездили в поликлинику. У Светы иногда вдалеке мутнеет в глазах. Ну, всё мутно появляется. Поэтому я решила показать её окулист. Но окулист, казалось, ничего страшного. Просто, видать, глазки устают. Хотя она в телефоне редко сидит. Больше у нас сидит Катя в телефоне, чем Света. Она назначила ей капельки. Назначила полиовитамин. По цене получается очень дорого. Поэтому я решила посреди сначала в интернет аптеке. Аптека склада. Маш, подними. И там посмотрю. Марина, пожалуйста, не трогай пакет. Посмотрю там, что по цене будет. И потом уже решу. Потому что больше 1000 рублей получаются одни капельки. И мы также зашли в магазин. Сходили, получили новые полюса. На Егорку, на всех остальных ребятишек у меня новые полюса. Получается, мне осталось полюса сделать только Ильюшке и папе. Больше полюса нам нигде ничего делать не надо. И зашли в магазин. Да. Сейчас я знаю, что будете ругаться. Что я купила памперсы. Но я скажу, почему купила. Потому что я не хочу. У нас Ваня писается. Приношу, извиняюсь за шум. Просто у нас дети неугомонные. Ваня писается. А нынче я почти все матрасы уже поменяла. На новые. Вот два у меня подержанных. И еще будем заказывать новые. Я знаю, что дождик идет. И поэтому я не хочу, чтобы не портил Ваня мебель. И поэтому я беру им он чисто. Но все только спаднем. Он у меня уже в памперсах не ходит. Поэтому так вот. Зашли также в магнит. Там были еще игрушки, которые дети хотели. Они собирали наклейки. И вот мы обменяли. Это у нас что? Это перец болгарский, да, Света? Да. Держи. Дальше морковка и банан. Вот такие вот три игрушки мы получили. Обменяли. Тут у нас новые полюса. Мари с Ваня. Приношу извинения. Просто тут телефон уронили у меня. У нас дети, говорю, неугомонные. В целом зашли, получили полюса. И Свете дали гимнастику для глазок. Будет делать гимнастику, чтобы немножко усталость глазок снять. Я сейчас документу уберу. Дальше нам прислали списки. То, что надо покупать Оксане Кашколе. Там было написано, надо... Ваня, подожди. Надо папку для труда. Мы всякие переискали. И в оконцовке нашли фикс прайсы вот такие вот. Они тканевые. Плотные папочки для труда. Стоит она 77 рублей. Такая папка. Я взяла сразу три. Такую. Такую. И вот такую расцветку. Я знаю, что внутри я достану. Также еще увидели вот такую вот папочку. Внутри вот с такой вот вставочкой. Там внутри вставочка идет. И в нее можно карандашики вставлять или что-нибудь еще. Тоже взяла ребятишкам в школу. Так. Папочки сюда уберу. Где, в который вы вставили? Там внутри еще кое-что, что я купила Кашколе. Также нам надо кисточки ребятишкам. Взяла вот такие вот два набора. Да тебе-то зачем-то рисовать будешь, что ли? Да. Да, ну хорошо. По 55 рублей два набора кисточек. Постепенно-постепенно все кое-что покупается. И купила вот такие вот наборы обложек на тетрадки. Тут 20 штук ультрапрозрачные. На обычной тетради. Детям пока два наборчика взяла. Мой. Да, да, Валя, подожди. Я буду рисовать. Хорошо. Дальше нужны были стаканчики. Егор, у тебя стаканчик не проливайка остался ли еще? Для красок. Нет уже? Для красок. Для кисточек. Как Света его сломала, я ее ломала. А, все, а я не купила тебе. Ну, надо бы тогда. Взяла пока два стаканчика не проливайки. Один с желтой крышкой, другой с красной. Надо будет потом тебе купить, Егор, тоже. Это маленький. Ну, вот в целом два таких стаканчика не проливайки пока. Взяли два. Потом докупим. Не могу закрыть крышку. Также нам надо был степлер. Для бумаги мы зашли, взяли вот такой вот степлер. Что у него цена? 121. И вот такие вот к нему насадочки взяли. Это для школы. Им понадобится где-то проекты скреплять, когда они будут распечатывать. Надо еще вот принтер, конечно, прикупить, но уже не в этом месяце. Там посмотрим потом. Дальше. У них постоянно теряются заколочки. Ну, невидимочки такие, можно сказать. И сейчас я покажу, какие я заколочки набрала им нынче для школы. Взяла вот такие вот, да. А хлеб взяла? Нет еще. На, потом магазин сбегать. Вот такие вот взяла по 2 рубля маленькие. Потом вот такие вот. Вот такие вот. Остатки уже забрали. Все, какие были, мы забрали. Две вот такие вот. И вот такие вот цветные. Красивые заколочки взяли. Потом Марина посмотрите. Дальше. Взяла записные книжки. У меня постоянно записных книжек не хватает. Но я хочу вот этот вот я себе взяла. Там потому что мне надо записать пароли всякие. Логин он идет вот так вот. Тут такие листочки и такие листочки. На резиночке будет удобно. И также взяла девочкам старшим записывать. Там где-то что-то им понадобится. Вот с такими рисунками. Вот такой рисунок. Ананасы, цвесточки, ежики и пончики. Ежики сразу Света забирает. Катя, Маша. У меня ежик есть, потому что. Ты такой взял? А мне? А тебе, Окси, такой пока не надо. Это для школы. Это для школы. Дальше мы заказывали. В банке долго искали пижаму. У нас получается пижама или сильно маленькая, или сильно большая. И мы заказали ему Валберис. Пижама на РОС 116. Ростовка. Заказали ему пижамку. Я посмотрела. В целом пижамка неплохая. По качеству. Вот такая вот. С самолетиками. Пижамка очень хорошенькая. Потом померяем штанишки. Вот такие вот тоже. С самолетиками. Ваня, смотри, какая пижамка. Те расцветные. Самолетики. Машинки. Да, твой. Вот такая вот у Вани будет в садик пижама. Думаю, он у нас в пижаме не спит. У тебя есть пижамки? Марин, тихо. Думаю, он у нас в пижамке не спит. Он любит спать так. В лавочках и в маечке. Или в футболочке. Дальше взяли влажные салфетки. И Валберис я заказывала мармеладки детям. Контейнер мармеладок. Хорошо сейчас нам. Сейчас я открою и посмотрим, какие же мармеладки пришли. Целая видеорка. Вот такой вот. Мармеладок. Вот так вот название. Сейчас, 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 Ваня. Мама сразу откроет тебе. Ваня мармеладку что ли хочет? Да. Контейнер удобный. О, так тут два пакетика, ребята, с мармеладками в контейнере лежат. Вот такие вот мармеладки. Сейчас один наткрывай. Ну, по идее, второй тоже можно открыть. И помните, я вам рассказывала, что Светы поломали наборчик. И поэтому... Принесите, девочки, ножик мне открыть. Может, тут он заклеен хорошо. Свети мы заказывали художественный набор канцелярии. А керамический это нельзя было принести? Да, нету. А куда он делся? Сейчас мы откроем и посмотрим, какой набор мы ей нынче заказали. Сейчас дадут подождите немножко. Пытаюсь, ребята, набор открыть. Он так запакован хорошо. Я его пытаюсь открыть. Так, все, открыла. Заказали мы ей вот такой вот набор. Приношу извинения за шум. Он можно держать вот так вот ручкой, как чемоданчиком. Тут идет 150 предметов. Сейчас мы откроем и посмотрим, что же внутри. Ого! Света полом шикарный набор. Ребят, я вот так покажу. Потому что... Ну, я потом вам фотографии вставлю. Но вот в целом такой набор. Что здесь есть? Фломастеры, ластик, жидкость какая-то. Это, наверное, для красок разводить. Линейка. Кисточки. Мелкие. Подожди. Маленький степлер. Ой, какой он маленький. Губка. Восковые карандашики. Восковые мелкие. Обычные карандаши. Точилка. Даже ножницы Света есть вон такие. И также краски. Вот такой вот набор у нее пришел. Взамен тому, что сломали маленькие. Ваня, подожди. Нельзя. Нельзя, Ваня. Вот такой вот набор он ей пришел. Вот такой набор на Валбере. Смотрите, они там, по идее, недорогие. Если вам понравилось. Вот такие вот все у нас были покупочки. Ваня, что за психи? А, сейчас что-то Тифруник. Еще китайская посылка какая-то пришла. Какую она взяла? Мы уже встретили, что вывезли. Ты которую взяла? Столю. Ну все. Подождите немножко. Дай я видео засниму. Так, здесь у меня пришли стяжки. И купон. Мол, поставьте 5 звезд. Да, все. Вот такая вот посылочка была китайская. Стяжки маленькие. У нас тут... У меня был купон, я их заказала. Поэтому вот. Вам, дорогие друзья, вот такие вот покупочки. Если вам понравилось, то пишите ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока. Всем привет. Скажи всем привет, Ваня. Ну скажи. Нет. А что ты не хочешь? Тебе на что, пить? А что надо? А газировку надо? Купила, ребята. Сходили в магазин с мужем. Купила газировку, лимонад. Нам аж до питье всем. Ну держи. Так, это огурцы. Это нам списанные дали животным. Курям целый пакет списанных огурцов. Привет. Молодец. А поцелуй отправь всем. Скажи. Как ты делаешь? Вот так вот делает Ваня. Молодец. Видите, он вас всех полюбил, да? Потом взяли майонез салатик сделать. Будешь салатик кушать? Нет. Нет? Взяла хлопья четырехзлаковые. А хлопья будешь кашу кушать? Нет. Кашу не любишь? А укроп? Нет. Тоже не будешь? А помидорки? Нет. Тоже нет. Ну ты прям вообще ничего не хочешь у меня, ребятонок. А капусту? Да. Капусту будешь? Нет. А и потом сейчас отщипнут тебе, по-моему, дадим. Это первые покупки. Мы с Ваней, видите, играем, что показали вам покупки. Дальше пакет. Ваня, колбаску будет? Да. Да. Такую колбаску. Будешь такие сосиски взяли, да, Ваня? Ваня любит такие сосиски? Да. Такие сосиски. Взяли сосиски, папа может. Твой, 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 твой. Держи, сейчас пойдешь варить. Обязательно варить надо. И взяли 5 литров молока. Следующий пакет сейчас покажем. Ваня, а смотри, а у мамы есть еще колбаска. Тебе еще надо дать колбаску. Давай, говорит. Смотри, Родочка, тяга, говорит. И взяли еще палочку вот такой колбасы. Папа может со шпиком мясная колбаса. Тебе еще и эту надо? Тебе плохо не будет отстойку колбасы? Все мое, скажи, да, Ваня? Да. Вае, а ты дашь Маше? Нет. Нет? А маме? Нет? А папе дашь? На, папе. Давай маме. Ой, тяжелая колбаска, да? Все, это маме колбаса? Да. Да? Согласилась, это маме поделился. По-братски поделился, да, Ваня? Да. Дальше взяла газировку, пить захотела. У вас вон и две булки черного. А я в колбаску. Вот такие вот все в целом покупочки. Так, в холодильник уносить. Вот, Свет, нате. А это все варить, Света, надо? Сардельки обязательно варить. Сырыми не есть. Что-то так пить захотелось. Вот такие вот в целом покупочки. Сейчас продолжаем дальше делать ремонт. Папа, Света, сардельки папа будет пюре варить. Папа, сардельки. Сейчас поставим пюре варить и сардельки. И все. Вот такие вот будут у нас сегодня ужин легкие, да? И салатик сделаем. Вкусные, ребята, это, знаете, клюкова в малина, обычный морсик. Просто что-то пить так захотелось. Ладно, вот все покупочки. Продолжение скоро. Продолжение следует...